Всем привет, ребят, с вами Виталий Зелёный. Мы сейчас находимся в поезде. Низ подкалывает, двери открывают, чтобы меня все видели, что я тут исполняю. Короче, пофиг. Мы едем на видео жару, на видео people в Киев. Наше путешествие начинается. Я, кстати, первый раз еду в поезде Интерсити, Хиндай. Да, село. Первый раз в своей жизни еду в поезде. Интересно, что и как оно будет. Всё, я вам поснимаю, конечно же. Будет много интересного, будет много тусовок. Очень будет круто. И я вас беру с собой, короче. Мы тут уже разнестились. Рифу. Рид, как тебе откисать? Я, конечно, откисаю. Откисаешь? Ну, у меня не развалилось. Мы тут с Денисом совсем... Сейчас. Ничего такого интересного не набрали? Всё, мы в Киеве. Наконец-то прибыли. Ну, в принципе, мы ехали 6 часов, и это вообще недолго. По сравнению, как мы с Ритей Ранш ездили, по 17 часов, ну, на простом поезде. Вот это вот дежурство. А тут 6 часов, знаете, оп, и незаметно как-то и не верится. Опа, и ты в Киеве. У нас больше 700 километров до Киева, 800, а то и больше. Вот. Уже в Киеве. Вот, уже номер заселились. Такой простенький обычный номер. Всё есть для удобства. Плазма, кондиционер, кровати, то есть душ. Вся фигня. А нам больше не надо, потому что мы тут будем только ночевать. И то мало. Потому что у нас движухи здесь все 3 дня подряд. Видео о пипл завтра в 6 вечера начинается, в 11 заканчивается ночью. Потом жара. После жары тоже там автор-пати. Короче, всё круто. Сейчас, я не знаю, будем купаться, писикаки и т.д. и т.п. Уставшие через дороги всё равно. Но всё круто. Поднимает настроение то, что, блин, будет движуха. Движухи! Бе-е-е! Здравствуйте! Мы повставали, ну, уже давненько повставали, покупались. Конечно, это вот. И всё. Денис с Аленой пошли в магазины, там, что-то по шмоткам покупали. А мы сидим пока в номере. Сегодня в 6 вечера у нас видео о пипл. Думаю, прикольно потусим. Там до 11 вечера будет. Потом вроде бы ещё что-то будет. Не знаю, это ещё не точно. Сейчас покажу, где мы тут находимся. Обычный вид из окна. Такое. Мы ничем не занимаемся. Рита смотрит. Вон, Рита, кстати. Рита, по машине. Поздоровайся. Рита смотрит шоу наше украинское. Я меняю жену. Ну, на русском это меняю жену. А так всё. У нас тут беспорядок. Я тут пораскидал свои носки, трусы. Классика, да. Ждём 6 вечера и идём тусить. На часах 5 вечера уже. Наконец-то мы вылезли из своего номера. Я уже там очманел сидеть. И уже и спал, и смотрел YouTube, и телевизор. Всё. Сейчас уже отправляемся. Ждём своё такси. Отправляемся на видео пиплу. Тут кто-то чёрным хлебом подкарабливает голубей. Голубятина. Всё, ребят. С горем пополам. Или с горем напополам. Мы добрались наконец-то до движухи. YouTube движухи. Видео пиплу. Наконец-то. Тут уже фотки залетают. Не успели мне мы зайти. Сразу предлагают закусочки всякие вкусненькие. Я уже и как, ну, из коктейли никак. Алкогольный, кстати. Сейчас так курсию вам небольшую проведу. Здесь вот так на улице у нас происходит всё. Вот видите, закусочки всякие. Сейчас попробую. Копчёное мяско. Вкусненько. Зал. Там вход. Пробуйте на пашечку. Ой, спасибо. Это рыбка. Насиделись мы там на территории видеопипла, движухи. И решили пройтись куда-то посидеть в кафе. Потому что на одном месте немножко уже надоело. В какой-то тут дворик попали такой старинный. Интересный. Ребят, заказали мы окрошку себе. Ну, посмотрите. Ну, вы... Ну, кто любит окрошку? Знаете, как окрошка выглядит? Вот так вот. Что это? Лёд лежит. Коктейль в каком-то. Всё. От той окрошки мы отказались, потому что она у них какая-то фирменная. На классе и на горчице. И мы поменяли окрошку на борщик. Закончился видеопипл. Мы после того, как в кафешке посидели, прочлись. Там уже никого не было. Приехали на автор-пати. И... Ну, тут прикольно на самом деле. Такая своя атмосфера. Я не знаю, встречу это или нет, но битер всё классный. Ну, всё светится так красиво. Знаете, тут так, кстати, чуть-чуть приунылись. Идемла тут, принесли пиццу. Всё так, всё так сразу ожили. Дежурка такая началась. Андрей себе вообще захапал. Андрей, у тебя как тарелка, да? Тебе и тарелка не нужна, да? Все нахапали себе тут везде. Пиццы куча. Просто у носа, у носа, у носа. Получится на столет, тут, походу, самая большая пицца. Раз, два, три, четыре, пять. А почему нет? Ну, проголодали. Не, ну знаете, тут такая другая пошла пицца. Все рассматривают. Можно кто-то облезать, в таких случаях? Наплевать, чтобы никто не взял, да? Куда тут? Я хочу кусок. Вот, ты не смотрел. И домой забирай. Вот такой. Давай, Андрюк, прорепетируем. Андрей, дай мне, пожалуйста, один кусочек. Такой, этот. И сейчас так руку облежит, типа, понял? Или так лоб протри, знаешь, такой. И лоб упадет. И много прибравок. И на часах 10 утра мы уже собрались на видео-жару. Нам еще до леченька до нее добираться. Где-то 18 километров. Что ты хочешь, братик? Мальчик? Братик, купец он молоденький. Иди сюда. Ну, что ты текаешь? Иди сюда. Расскажи мне, что? Что происходит? Он показал, что он мальчик. Все, ребят, добрались мы до видео-жары. Там вон здоровезная очередь в далеке. Смотрите, меня и тут Запорожец нашел. Все, зашли мы уже на лаунж. Почти зашли. Она в той стороне. А тут на входе такие качельки. Я так катаюсь сейчас почти в риту врежу. Вот так вот она выглядит лаунж-зона. Сцена. Можно исполнять что-то. Лежачки. Можно загорать. В принципе. Ух ты, блин. А-а-а. О-а-а-а. О-а-а-а. Ух! Сашей Киевской позвали проявить какую-то активность и сделать зарядку на сцене. Из меня такой спортсмен. У нас будет через короткое мнорение, буквально через несколько минут, будет большой собег. Делали мы с Сашей зарядочку. Я просто повторял на Саше, потому что я не знал вообще, что делать. Нам Сережа принес Red Bull. Серега, спасибо большое. Вы можете поучаствовать в этом. Она сейчас с Ритой нарисует художник. А меня уже нарисовали. А, меня сейчас только? А тебе нарисовали? Меня нарисовали. Покажи. Не покажу. Потом, потом. А там я вон поучаюсь. Начало. Ой, очки уже вырисовываются. Не подманивай. Ну все, я еще не видел. Сейчас вам покажу. Поехать. Та-дам. Я на себя покажу. Прикольно. Ума этого. Здесь рисунки с приколом. Рит, покажи себя. Здесь получается у вас фишка, а вы чуть-чуть подбородок вытягиваете. Обязательно. Кажет вам свои нюансы. Встретился с Артемом Димоном. Решили мы... О, пацаны. Короче, решили мы немножко осушиться соком. Яблочным. Яблочным. Немножко алкогольным. Забродивший сок. Да, забродивший сок. Ну, пиво, что я скрываю. Пришли мы на автор-пати. Чуть-то на фонарь смотрю. На фонарь смотрю. Или камеру не... Тут движуха прикольная. Круг такой сияет. И аж голова от него кружится. Вот. Его должно быть видно. О, тут вот так вот фонарь. Вот так вот видно меня. Тут как будто, я не знаю, как будто... Ну, голова, короче, крутится. Мы играем в ру. Как игра называется, Рита? Как игра называется? Кто знает, как игра называется? Квест. Так? Квест какой-то. Квест. Я, короче... Квест-сориус. Эрик Могучий. Короче, какой-то... Еще Эрик. Эрик Могучий. Я Эрик Могучий. Короче, наградили нас такой пигнёй. Опять, что-то непонятное. Что происходит? Что-то непонятное. Ребят, ну всё, мы уже в отеле у себя. Не буду долго затягивать. Уже буду ложиться спать. Я думаю, по моему виду видно, как я устал. Рита тоже такая же. Ну, с самого утра, до почти вот начала третьего уже, мы тусили. Видео уже раз сначала было, потом у нас, как видели. автор-пати, мы там в игры играли, тусили, играли опять в мафию, музыка, движуха. Ну, короче, как всегда, нас всё насыщено. Это не так, как у нас, в нашем городке небольшом. Я люблю свой городок небольшой, но мы не привыкшие к такому. Здесь люди в Киеве привыкшие, а мы не привыкшие к такой движухе. Мы, у нас всё так пассивненько, знаете, так всё. Как-то не знаю, как объяснить. В общем, ладно, не буду затягивать. Не знаю, что будет завтра. Спокойной ночи. У меня уже такого нового влога давно не было. Я уже приветствуюсь, наверное, раза два-три в этом влоге и прощаюсь. Короче, наверное, до завтра. Не знаю, что будет завтра. В общем, сегодня уже второй день видеожары. Третий день нашего пребывания в Киеве. И... Ну, я тут почти ничего не снимал. Мы уже покушали, погуляли. Сейчас просто ходим, гуляем по территории, по всей, где находятся зрители, фанаты и ТТТП. Вот так. Всё то же самое происходит. Здесь прикольно, но снимать нечего. здесь нужно присутствовать. Андрюхе Чехменка, фанат, передал Андрею вот такую дежурку, говорит, я его не встретил, будешь, пожалуйста, передать, меня узнал, говорит, можешь Андрею передать, я говорю, да ну, базара ноль, в общем, такая штучка прикольная, китайский, а может, все замутить, да ладно, шучу, и тут он нацарапал свой канал, ну, короче, передам Андрюхе. Все, ребят, мы в отеле, я уже, наверное, задолбался с этой фразой, уже три раза, по-моему, так говорил за влог, короче, вот такой простенький, я надеюсь, интересный получился вложик, вот, ну, простенький, ничего такого не исполнения, не экстрима, вот, просто наши приключения в Киеве, наши движухи, какие происходили. В общем, мы уже сегодня, там еще блогеры поехали играть в мафию, тусить, мы уже не осилили, нам завтра в 6, не, нам вставать в полпятого где-то утра, собираться, в 5 чем-то выезжать, и в 6.20 у нас утра завтра поезд, и все, уже отправляемся домой. Мы решили приехать домой, это спаться, ну, не домой, а в отель, и завтра со спокойной душой, немножко выспанными, ехать домой, вот. Фух, я вам обещаю, что по приезду домой у меня там много-много идей, есть, теперь есть у меня машина, и я теперь смогу куда-то ездить, что-то интересное снимать. Приора у меня была, как вы знаете, кто помнит, я говорил, была больше месяца поломана, я не мог никуда выехать, там, знаете, там, поснимать интересный контент, у меня там много есть идей, не мог, не позволяло. Вот, а теперь все, руки, так сказать, развязаны, много идей, так что, ребят, сейчас постой вложить такой, а по приезду домой я сразу вам обещаю, буду что-то мутить интересное. В общем, все, ребят, спасибо, что посмотрели, кстати, у меня сегодня радостная новость, у меня в инстаграме 10 тысяч подписчиков, все, кто подписаны, всем большое спасибо, мне очень-очень приятно. А если кто-то из вас не подписан, обязательно подпишитесь, ссылочка внизу в описании. Ну все, ребят, будем отдыхать, до новых встреч, до новых логов, всем пока.